Девушки отдыхают Как, например, вот эта «Сельская жизнь» за 26 февраля. Передовица посвящена работе 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. А ровно через два месяца взорвалась Чернобыльская атомная станция. За два года осуществления туризма в зону завез иностранцев из 20 стран. Туристов в самой Дальней Австралии, Китае, Индонезии, ближние. В основном по количеству это больше всех приезжают иностранцев из Польши, Литва, Чехии, Германии. Интересуют в основном это урбекс-туристы, люди, интересующиеся заброшками и последствиями аварий на ЧАЭС. Хотя Полесский радиационный экологический заповедник – это не только отселенные деревни, но и научная работа. Заповедник не только работает в рамках государственных программ, но и участвует в республиканских и международных проектах. В том числе по изучению влияния радиации на птиц и животных. Мы имеем на сегодняшний день вопрос, связанный с хроническим облучением и в малых дозах, который еще далеко не изучен. Что касательно биоты, то те пороговые значения в один зиверт или дозу в один грейк у нас, покуда мы не фиксируем ни в одном виде. Поэтому можно со стопроцентной вероятностью утверждать, что для туристов потенциальной угрозы здоровью нет. А вот посмотреть заповедники действительно есть на что. За постчернобыльский период на этой территории появились животные и птицы, которых раньше здесь никогда не было, включая краснокнижных. Учитывая сложившиеся условия снижения, скажем, антропогенного влияния, виды, большинство видов восстановилось. И по видовому разнообразию территория Полейского заповедника не уступает нашим национальным паркам и заповеднику Березинскому. В 1996 в Полейский заповедник из Беловежской пущи привезли 16 зубров. Сегодня их около 170. Звери могут свободно перемещаться по всей территории, а поэтому увидеть их можно не только в зубропитомнике, где животные всегда могут найти корм. В дикой природе врагов у зубров нет, а поэтому можно говорить о дальнейшем росте популяции и еще большей вероятности встретить их в лесном массиве. Остался лось, такой нормальной добычей волков. 90% питания это лось, и они не трогают даже вот оленей, которые для них непривычная добыча. Меня просто поражало. Оленей очень много, но они его не берут. И есть один такой случай. Был случай, когда один зубренок ослеп от болезни. И он бродил по всей территории, тыкался вот такой слепой. Просто пока его не забрали работники. Он месяц ходил по заповеднику. Волки, конечно же, не могли про него не знать, и они его не тронули. Его поймали, в конце концов, люди и передали в зоопарк. Вот и все. То есть это показывает то, что волки очень осторожничают. Они должны привыкнуть. Они со временем научатся брать зубры, я думаю. Но пока вот таких конкретных случаев не было. Еще одни животные, выращиванием которых занимаются в заповеднике, русские тяжеловозы. Средняя цена такого коня – около тысячи долларов. Даже в век технического прогресса эти красавцы пользуются у белорусов значительной популярностью. В основном это фермерское хозяйство, частные лица, предприниматели для собственных нужд. А вот организовать конные экскурсии по зоне отчуждения не получится. Эти животные панически боятся волков и лосей. А поэтому поездки по лесам могут представлять для туристов значительную угрозу. Кстати, несколько лет назад с территории Украины в заповедник пришли лошади Пржевальского. Сейчас их здесь около 60 особей. Так вот, по словам работников заповедника, любимым развлечением этих диких животных является погоня за волками. Правда, увидеть это туристам пока еще достаточно проблематично. С людьми лошади Пржевальского знакомиться не спешат. Впрочем, и без них экскурсии в зону отчуждения запомнятся надолго. В этом году из-за пандемии коронавируса в Полесский радиационный экологический заповедник посетили всего около 300 человек. Значительно меньше, чем годом ранее. Однако с улучшением эпидемической ситуации зона отчуждения вновь должна стать для туристов привлекательным местом. Поскольку этот маршрут особенный, и он интересен с точки зрения научного туризма, образовательного туризма, и даже ностальгического туризма, потому что, естественно, ряд судеб наших соотечественников связанных с этой историей, историей Чернобыля, историей трагедии. И поэтому, мне кажется, эти вопросы сейчас можно рассматривать свободно, интересно, актуально. И несколько слов о безопасности. В этом году в Полесском радиационно-экологическом заповеднике открыли Центр оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Прежде всего, пожары. По сути, сотрудников заповедника, дежуривших на вышках с биноклями в руках по 12 часов, заменили современные камеры видеонаблюдения. В данный момент он находится в тестировании. И вся сложность этого центра заключается в том, что на территории заповедника нет электричества. И большая часть камер работает от солнца, от солнечных батарей. Всего на территории заповедника 31 вышка. Алексей Нсюров, Ольга Коновалова, Валерий Габанько. Новости недели. Новости недели.